МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, это произошло весной 1997 года. На прием к мэру Москвы записался 87-летний слепой старик. Столичный градоначальник не стал томить пожилого визитера ожиданием и принял его вне очереди. Старик назвал свое имя Аполлос Иванов. В 30-е годы он был сотрудником кремлевской охраны. В его обязанности входила проверка подземных коммуникаций. Однажды Аполлос оказался в очень старом лабиринте, прорытом, видимо, еще в 16 веке. Он прошел подземными ходами от Волхонки к Кремлю и наткнулся на прикованные цепями к стене истлевшие скелеты, а также на железные двери, разделявшие отсеки подземелья. Еще в детстве Аполлос слышал легенду о бесценной библиотеке Ивана Грозного, надежно спрятанной в тайниках Кремля. И тогда в лабиринте ему показалось, что тайники как раз за теми самыми железными дверями. Но открыть их в тот момент не было ни сил, ни средств. Когда спустя некоторое время охранник вновь попытался проникнуть в таинственный лабиринт, то обнаружил, что вход в него заложен свежей кирпичной кладкой. Выслушав эту историю, столичный городоначальник распорядился создать специальную группу для поиска библиотеки. Шанс раскопать древнее сокровище казался таким заманчивым. Но в тот момент никто и не мог предположить, обречена ли данная затея на провал, или все станут свидетелями сенсационного открытия. Эта история началась более пяти веков назад в Риме, точнее, в Ватикане. Именно отсюда, в неласковую Русь, и отправилась будущая супруга государя Ивана Третьего, племянница последнего византийского императора Константина, Софья Палеолом. Согласно легенде, по праву рождения ей досталась уникальная библиотека. Одна из лучших в мире на тот момент. Ее-то в качестве приданного она и везла в Москву на 70 подводах. Точно никто не может сказать, что же там было. Народная молва, легенда, предания говорит там всякое, что чуть ли там не и Севилловы книги знаменитой предсказательницы древности. Там были книги по алхимии, и даже известно, что они там были, из сокровищниц, из библиотек королей Священной Римской империи, которые в Европе копились столетиями. И даже книги о той жизни, которая существовала на земле, задолго до того, как там был человек. Взяв жены византийскую принцессу, Иван Третий по достоинству оценил столь уникальное приданное. Потом библиотека, получившая название Либерея, перешла по наследству его сыну Василию и, наконец, досталась Грозному. Новый царь всей Руси распорядился все книги аккуратно перебрать, испорченные починить, а также составить подробный каталог новых поступлений. Все его близкие, все иностранцы, которые были в Москве, это и посольские, и купцы, которые работали в Москве, они знали, что Иван Грозный помешан на книгах, и очень многие привозили ему, передавали и монархи, и просто состоятельные люди, передавали ему в дар книги из-за рубежа. В первые годы царствования Иван Васильевич подолгу копался в фолиантах, тщательно изучал каббалистические рукописи, вникал в таинство черной и белой магии. Более того, его занимали вопросы поиска философского камня и разгадывания непристойных замыслов своих подчиненных. Он был знаток оккультных наук, изучал и колдовство, но это, в общем-то, не приветствовалось в то время, а он все-таки государь, монарх православный, так сказать, православного государства, поэтому, в общем-то, не приветствовалось это, и он, ну, как бы, не то, что уже прям втихаря это делал, многие знали, что он изучает и колдовские книги. Кстати, после взятия Казани в библиотеке появилось много старинных арабских книг из покоренной столицы татарского ханства. При этом, как утверждали современники царя, в хранилище Либерии находились не только книги. Кроме книг, там были различные механические предметы, то есть предметы, изделия, какие-то механизмы, созданные умельцами, мастерами, изобретателями тех времен. То есть говорящие какие-то, говорящие люди, какие-то двигающиеся львы, какие-то огромные монстры, которые могли шевелить различными частями тела. То есть все это было, но об этом даже сегодня не догадываются специалисты, что такое можно было изготовить в Средневековье и в ранней Средневековье. Иван Грозный просто чах над своей Либерией. Однако потом на царя нашло некое помрачение, которое не смогли объяснить ни современники государя, ни нынешние историки. Россию завертело в кровавые метели. Поход на Новгород, Ливонская война, опричнена, бегство в Александровскую Слободу, перенос столицы в Вологду, казни сподвижников, оргии, и разгульные пиршества, переходящие в жуткие побоища. Иван Грозный, говоря современным языком, стал маньяком. Незадолго до своей кончины российский самодержец вдруг распорядился спрятать Либерею. Причем спрятать так, чтобы ни пожары, ни иные стихийные бедствия, ни враги, ни даже приближенные царя не смогли воспользоваться библиотекой. В 16 веке это означало только одно. Либерею поместили в глубокие секретные тайники. Но в какие? Предположений было немало. Но самая основная версия – это кремлевское подземелье. Почему туда? На самом деле Кремль всегда был особым секретным объектом на протяжении не то что десятилетий, а веков. Просто как только он был создан в Средневековье итальянскими мастерами, уже тогда они заложили, как будто знали, что это понадобится дальше, заложили в него столько всевозможных загадок, что до сих пор те, кто копаются в Кремле, копаются в его земле, в его недрах, точнее в его подземельях, открывают все новые и новые тайны. Кстати, а зачем же царю понадобилось прятать библиотеку? Не следует забывать, что Иван IV был образованным и начитанным человеком. Он прекрасно понимал ценность находящихся в либерии книг и документов. Но именно поэтому, видимо, он и посчитал их опасными. Свитки с древними знаниями, еретические тексты, христианские апокрифы, магические книги и Бог еще знает, какие сокровища человеческой мысли нужно было скрыть с глаз людских. Так мыслил омраченный царь. Более того, как предполагают некоторые исследователи, не без применения оккультных знаний Иван Васильевич наложил на библиотеку заклятие. Кто к ней приблизится, лишится зрения. Так ли это? Доказать невозможно, поскольку нет никаких сведений, мог ли кто видеть либерию после ее захоронения. Кроме той самой истории со слепым кремлевским охранником Аполлосом Ивановым. Он потерял зрение как раз после того, как оказался в таинственном лабиринте глубоко под Кремлем. Значит, действительно, Аполлос приблизился к либерии. И тогда сработало заклятие. Причем есть предположение, что это заклятие было наложено не на всю библиотеку, а только на ее часть, где содержались самые тайные знания. Как известно, Иван Васильевич Грозный в конце жизни почуял всю тяжесть своих грехов и решил хоть один грех с себя снять. И он разделил свою библиотеку на белую и черную. Черная, естественно, библиотека это колдовские книги языческие, в общем, связанные с какими-то колдовскими делами. Вот он ее спрятал где-то в Кремле и замуровал. Есть такая версия, что это в подземелье под водовзводной башней. Ну, тогда возникает вопрос, а где же тогда белая библиотека? Сам Иван Грозный, несомненно, знал о месте, где укрывалась библиотека. Но умер он внезапно, за игрой в шахматы. И с момента, как сердце московского царя перестало биться, Либерею окутала дымка таинственности. Поползли слухи, что после смерти самодержца библиотеки уже не было, что она исчезла. И слухи эти не были лишены основания. Итак, Иван IV умирает, и престол занимает его третий сын Федор. Но молодой царь оказывается неспособным управлять государством. К тому же наследник Грозного слаб здоровьем. Он покидает бренный мир, едва дожив до своего сорокалетия. И тогда царем и великим князем всея Руси становится Борис Годунов. А мимо него никак не могла пройти история с Либерией. Это талантливейший человек, талантливейший политик и тоже знаток своего дела. Он изучал историю, изучал и политику, экономику. И тоже был книжник, как Иван Грозный. Он бы обязательно эту библиотеку сберег, если бы она вот дошла до его времени. Когда смотрели записи, ну, все, что связано с правлением Бориса Годунова, то, в общем-то, ничего, никаких упоминаний о существовании этой библиотеки нет. Если придерживаться версии, что Либерия исчезла, то это могло произойти в течение этих 15 лет, когда российский престол занимал царь Федор. Приложил ли сына Ивана Грозного руку к пропаже Либерии? Сведений об этом никаких нет. Но предположим, что такое могло быть. Например, для того, чтобы понадежнее перепрятать и полностью засекретить новый тайник. Или вообще избавиться от колдовских книг и еретических рукописей, как дьявольского наследия отца. То есть уничтожить Либерию. Сжечь ее. Во всяком случае, Годунову библиотека Ивана Грозного не досталась. Зато после смерти царя Бориса, когда началось смутное время, Либерии активно заинтересовались поляки, захватившие власть в Москве. А точнее, какой-то странный человек, приехавший в столицу российского государства вместе с Лжедмитрием и Мариной Мнишек. И есть версия, что именно этот человек вот как раз и проводил исследования, поиски в Москве, где могла находиться библиотека Ивана Грозного. Еще когда Лжедмитрий первый оставался при власти, и, естественно, и Марина Мнишек, то были отправлены несколько обозов в Польшу. Значит, понятно, что это были и драгоценности всевозможные, и есть предположение, что и книги. Некоторые исследователи предполагают, что никакие обозы с золотом, а тем более с книгами легендарной библиотеки Ивана Грозного, до Польши не дошли. Марина Мнишек, возможно, хотела, но не смогла сбежать на запад от наступающих на Москву отрядов русского ополчения. А раз так, то и награбленные сокровища остались где-то неподалеку от столицы российского государства. Но где? Многие богатства, вот эти сундуки, были спрятаны в Тушино, в лесах, в пещерах. Отсюда и появились всевозможные легенды о том, что Марина Мнишек оставила одного разбойника, заколдовала его, и который многие годы стерег ее богатством. Возможно, история с таинственной либерией так и осталась бы без продолжения. Однако спустя столетия произошло одно весьма любопытное событие. В 1724 году панамарь Московской церкви Иоанна Предтечи Конон Осипов представил главе Московской епархии записку следующего содержания. Есть под Кремлем городом тайник. И в том тайнике есть две палаты, полно наставлены сундуками до стропу. А те палаты за великую крепую. Двери железные, замки вислые, превеликие. Печати на проволоке свинцовые. А у тех палат по одному окошку. А в них решетки без затворов. А ныне тот тайник завален землею. Но видны своды. Эти своды проломаны людьми лихими, и проломавшие они насыпали землю накрепко. Поверив рассказу панамаря, в указанных им местах были сделаны раскопки. Искали как раз ту самую либерию Ивана Грозного. Но не нашли. В самом деле, ему было где прятать ее, кроме Кремля, потому что у него была его как бы другая столица, город Александров, где он скрывался и с опричниками, и, ну, короче, любил там бывать. В Александрове либерию, конечно же, искали. Но данная затея также оказалась тщетной. При этом поисковикам никак не давала покоя откровения панамаря Осипова. Поэтому еще столетия спустя раскопки, в надежде найти некие кремлевские тайники, опять возобновились. За либерию теперь взялся директор оружейной палаты князь Щербатов. А поддержал его с азартом московский генерал-губернатор и великий князь Сергей Александрович. Поисковые работы проводились в районе Никольской, Троицкой, Боровицкой и водовзводной башен. И продолжались полгода. А потом были приостановлены из-за смерти государя-императора Александра Николаевича. После Щербатова целая плеяда военных получила разрешение еще в середине 19 века у царей, у Александра II, III и у Николая II получили разрешение на поиски в Верие, в Александровской Слободе и в самом Кремле. и были найдены несколько книг, средневековых книг, каких-то русских изборников, которые заставили думать о том, что люди уже вот-вот находятся на подступах, находках. А потом началась Первая мировая война. Следом грянула Февральская революция, а за ней и Октябрьский переворот большевиков. Не до библиотеки Ивана Грозного было. И вдруг о ней вспомнила новая советская власть. Случайно или нет? Есть предположение, что легенда о Либерии была доведена до руководства страны с определенным умыслом, после чего она не давала покоя почти всем высокопоставленным обитателям Кремля. И прежде всего Иосифу Сталину. Уж больно заманчива была идея заполучить тайные знания и откровения древних мыслителей, собранные в одну библиотеку. Нелишними могли быть и материальные сокровища, которые считаются составной частью Либерии. В Кремле, поскольку это режимный объект, режимное предприятие, там по большому счету копать мог только Игнатий Стелецкий в 20-е, 30-е годы. Но после войны Сталин уже не дал ему копать. Видимо, он понял, что при его жизни библиотеку Стелецкий не найдет, уже не успеет. Он был старенький. И Сталин был уже не молод. И отдавать кому-то еще, искать ее, Сталин, видимо, не хотел. Или я, или никто. Кто такой Игнатий Стелецкий? Личность достаточно легендарная. В мире археология его считают первым в российской истории профессиональным спелеологом и дигером, то есть исследователем пещер и подземных объектов, в том числе имеющих техногенный характер. Еще до революции Стелецкий выпросил у московских властей разрешение на исследование Кремля, убедив столичного градоначальника в существовании под Тайницкой башней секретных лабиринтов. Стелецкий был уверен, что именно там могут быть спрятаны книги и материальные ценности либерии. Но проникнуть туда спелеолог не смог. В 1914 году началась война, и исследователи вежливо попросили убраться из Кремля. Вторая попытка была предпринята уже после революции. Несмотря на препятствия комендатуры Кремля и постоянную оглядку на сотрудников НКВД, пристально следивших за деятельностью Стелецкого, его все же удалось обнаружить и исследовать часть подземной галереи, о которой упоминали искатели библиотеки в 18 веке. Однажды в его дневнике появляется следующая запись. Сегодня уже нащупал шов, каким связана белокаменная закладка с потолком итальянского свода 430-летней давности. Завтра буду выбирать песок и искать противоположную стену. Если обнаружу, библиотека Грозного найдена. Однако Стелецкий так ничего и не нашел. А потом его сразила серьезная болезнь, и первый российский диггер оставил попытки поиска либерии. В какое-то время никто ничего не искал. А через 10-20 лет, когда по этим же подземным тоннелям, коридорам и под рекой Москвой пошли новые исследователи, они наткнулись на кирпичную, а потом и бетонную кладку, которая замуровала напрочь все выходы, входы в те туннели, которые раньше были открыты. То есть то, что было открыто в конце 19 века, в первые 20-е годы 20 века было уже замуровано напрочь. Интересно, что проникнуть в таинственные кремлевские лабиринты пытались даже дети. Только их тянуло на приключение не идея найти библиотеку Ивана Грозного, а обычное мальчишеское любопытство. Среди исследователей подземных ходов был и будущий известный писатель Юрий Трифонов. Попытка проникнуть в Кремль по лабиринтам была предпринята в 1938 году. Они попробовали спуститься в один из подземных ходов, известный им ранее, в районе часовинки, которая находится на задах дома на набережной. И оттуда раньше они доходили практически до середины Москвы-реки. Там ход раздваивался, влево уходил к бывшему храму Христа Спасителя, который был уже взорван к тому времени, потом возник бассейн Москва, а направо уходил под Москворецкий мост и к Кремлю. Так вот, в этом месте их ждала бетонная огромная кладка, то есть замуровано все было. Новый всплеск интереса общественности к проблемам поиска библиотеки произошел в 1962 году во времена Хрущевской оттепеля, когда при поддержке главного редактора известий Алексея Джубея в Альманахе неделя были напечатаны отдельные главы из неизданной книги Стелецкого. Публикации, вызвавшие поток читательских писем, способствовали созданию общественной комиссии по розыску таинственной либерии под председательством знаменитого советского историка академика Михаила Тихомирова. По результатам работы комиссии предусматривались архивные изыскания, изучение топографии Кремля, археологические раскопки. Однако после прихода к власти Брежнева и смерти в 1965 году академика Тихомирова руководство страны отказало в поддержке работе комиссии и Кремль снова стал недосягаем. Так почему же никто и никогда не сумел даже на самую малость приподнять завесу тайны над легендарной либерей? В исторических хрониках записано, что перед смертью Иван Грозный приказал привезти с севера волхвов людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Но похоже, сделал это умирающий царь не для того, чтобы узнать свое будущее, а чтобы понадежнее спрятать царские сокровища и в первую очередь свою библиотеку. Все, казались бы, верные признаки либереи, по которым ее пытаются отыскать, являются фантомами, созданными опытными экстрасенсами волхвами. Но есть еще одна версия. На библиотеку наложено заклятие. Об этом свидетельствует одна старая легенда. Незадолго до кончины Иван Грозный призвал к себе монаха, которому доверял и повелел после своей смерти спрятать либерею и наложить на нее запрет. Никто не должен знать, где она находится ровно 800 лет. А ведь прошло только 4 столетия. КОНЕЦ